Жил у знакомого два года, а когда тот намекнул, что хватит, и пытался не пускать мужчину домой, ударил его ножом и ушел. Хозяин квартиры скончался спустя четыре дня. Почему сожительница убитого мужчины не вызвала медиков, хотя была ранена и сама? Подробности преступления и вердикт суда обвиняемому 47-летнему Рустему Ярулину в репортаже Айрата Назипова. Он постоянно... Моги на пахе, извините, поги на пахе, извините. Что тебе вы извините? У меня сына нету. Ее сыну Белалову Рамису было 29 лет. Мужчина жил вместе со своей сожительницей в квартире дома по улице Дружбы. Но был в их компании и третий, ныне подсудимый, 47-летний Рустаем Ярулин. С ним про рассказы матери погибшего ее сын познакомился в необычных условиях. Кучкуются, собираются, как она, стрелка называется, вот там они познакомились. У него крыши над головой не было, он жить нигде, вот он присосался к сыну. Сколько ты жил? Года два. Ну, он уходил, жил, выгоняли. По материалам дела, ночью 15 января хозяин долгое время не впускал назойливого сожителя в квартиру, но впоследствии тому все же удалось войти. Разногласия вроде бы решились, но затем посчитав, что осуждение продолжилось, за его спиной подсудимый схватился за кухонный нож. Как рассказала мать погибшего, он не просто ранил ее сына, а воткнул нож, который вошел на 15 сантиметрах в живот. По версии органа предварительного следствия, Ерулин, будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по улице Дружбы города Казани, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес хозяину квартиры и его сожительнице на живые ранения. От полученного телесного повреждения хозяин квартиры скончался спустя 4 дня в этой же квартире, а его сожительнице был причинен легкий вред здоровью. После конфликта гость покинул квартиру. Вместо того, чтобы вызвать медиков и полицейских, окровавленные сожители решили вылечиться своими силами, а в процессе выпивали. Так и жили несколько дней. При этом раненый мужчина запрещал своей подруге обращаться к медикам, хотя ему с каждым днем становилось все хуже. На четвертый день он умер, а полицейские, сопоставив все факты, нашли нападавшего. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям. Умышленные причинения легкого вреда здоровью и убийства. По последней статье обвиняемый свою вину отрицал. В итоге суд переквалифицировал ее на статью умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть человека. В итоге суд приговорил Рустема Ярулина к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с обыванием наказания в колонии строгого режима.